Благоприятные дни для посадки картофеля. Картофель – культура, которую можно встретить практически на любом российском садовом участке, поскольку она представляет собой одну из наиболее значимых продовольственных культур. Описание культуры. Картофель – однолетнее клубненосное растение, которое размножается вегетативно. Относится культура к семейству посленовых. Кустик картофеля состоит из нескольких стеблей и может образовывать от 5 до 15 клубней, в зависимости от сортовых характеристик. Надземная масса растения имеет важное значение при формировании клубней. Корневая система картофеля относительно неглубокая, примерно до 60 см. Клубни представляют собой видоизмененные побеги, образующиеся на подземных стеблях культуры. Отличаться картофель может по их величине, форме, окраске, вкусовым характеристикам и ряду других значимых факторов. Требовательность к показателю тепла у культуры средняя. Но при температурах до плюс 5 градусов и свыше плюс 35 ее рост приостанавливается. Чего не выносит ни один картофельный сорт, это заморозки. Для цветения оптимальным является температурный диапазон от плюс 18 до плюс 21 градуса. Клубни лучше всего образуются, когда прогретость посты составляет от плюс 15 до плюс 19 градусов. Картофель Картофель относится к весьма влаголюбивым культурам. Культура очень благосклонна относится к светлым участкам для посадки и рыхлой плодородной почве. Наиболее обширный урожай получается на хорошо удобренных черноземных суглинках и суписях со средним показателем кислотности. По хозяйственному назначению все сорта культуры делятся на две большие группы, столовые и универсальные. Столовые разновидности характеризуют правильная форма клубня с относительно небольшим числом мелких глазков, отличный вкус и хороший показатель лешкости. Их мякоть не темнеет ни до, ни после термической обработки. Содержание крахмала в столовых сортах может колебаться от 10 до 16%. Что касается универсальных разновидностей, они могут применяться в равной степени, как в пищу, так и в технических целях. Для такой картошки характерны высокий показатель урожайности и повышенное от 16% содержание белка. Когда лучше сажать картофель? Один из наиболее значимых факторов, от которого во многом зависит изобилие урожая в конце сезона, это выбор правильного срока посадки. Если данный параметр учесть правильно, шансы добиться рекордной урожайности существенно возрастают. Многие люди стараются приурочить посадку картофеля к майским праздникам. Подобное решение чаще всего оказывается связанным не столько с тем, что это оптимальные посадочные дни для картофеля в мае, а с наличием большого количества свободного времени. Такой подход в корне неверный. Если к этому времени еще держатся утренние заморозки, с пассивными работами стоит повременить. Большинство садоводов, планирующих вырастить картофель, задается вполне резонным вопросом, как нужно сажать картошку и когда делать. Несмотря на то, что однозначные рекомендации относительно того, когда нужно высаживать картофель, не существуют определенные алгоритмы, позволяющие определить благоприятные дни для посадки картофеля, все же существуют и активно практикуются. Посадка по лунному календарю многие садоводы, выбирая благоприятный момент для выполнения высадок культуры, используют лунный календарь. Это вполне оправдано. Ни для кого не секрет, что Луна и ее цикличность оказывают существенное влияние на все без исключения живые организмы. Речь идет не только о людях и животных, но и о растениях. Посадка по лунному календарю опытные огородники настаивают на том, что если посадка культуры была произведена в неблагоприятный лунный день, несмотря на должный уход и доскональное соблюдение агротехники, урожай окажется более скромным. В некоторых случаях кусты и вовсе могут погибнуть. Верить в подобные приметы или нет, личное дело каждого, но лишний раз перестраховаться все же не повредит. Поскольку лунных календарей и их интерпретации в настоящее время достаточно много, выбирать, какой лучше использовать, не стоит даже начинать. Хороший способ – изучить всю имеющуюся информацию и произвести обобщение. Благоприятными днями для осуществления посадки картофеля в апреле, мае или июне считаются дни убывающей луны, для наземных культур, напротив, растущая. В последних двух, третьей и четвертой четвертях лунного цикла особенно хорошо идет формирование клубни и корневой системы. Ни в коем случае не следует сажать картофель в полнолуние и новолуние. По лунному календарю имеет значение и знак зодиака, в котором находится луна в момент высаживания картофеля. Например, существуют следующие лунные приметы, если ущербная луна находится в весах, это своего рода гарантия плодородности картофеля. И его стойкости к большинству заболеваний, если высадить в грунт культуру, когда ущербная луна будет в скорпионе, посадки дадут скорые всходы, а их корневая система особенно быстро разрастется, если ущербная луна в таком знаке, как козерог, посадка в такой день ускорит. Формирование как наземной, так и подземной частей растения, всходы картошка даст не слишком быстро, но зато одновременно, если ущербная луна в знаке рыб, высаженный под этим знаком картофель будет особенно вкусным и разваристым, но храниться будет недолго и не подойдет. Для семян, если ущербная луна в знаке рака, урожай получится очень вкусным и обильным, это самый плодородный знак и т.д. Выбирая оптимальные посадочные дни в мае или апреле и задаваясь вопросом, можно ли сажать картофель в полнолуние, ориентироваться. Исключительно на лунный календарь нельзя ни в коем случае. Чтобы правильно посадить культуру и получить хороший урожай, учесть потребуется целый ряд разноплановых факторов. Влияние сорта картофеля на сроки посадки выбирать нужный для посадки месяц, апрель, май или июнь, следует после того, как будет выбран. Сорт картофеля, и подготовлен посадочный материал. Сегодня для посадки доступны ранние, средние и поздние сорта культуры, каждый из которых имеет собственные рекомендации, касающиеся сроков высадки в открытый грунт. Учитывать следует и тот факт, по какому методу производится посадка. Всего их существует несколько, под солому, под лопату, традиционный способ, в борозды после мотоблока, рассады, в теплице. Так, например, высадка в отапливаемую теплицу может осуществляться без оглядки на погоду в первом месяце весны. Метод под солому позволяет садить культуру на пару недель раньше, чем в борозды либо под лопату. Для посадки ранних сортов клубнеплода обычно подходит либо апрель, вторая половина месяца, либо май. При этом собирать урожай можно уже через два месяца. Сбор средних сортов осуществляется через три месяца после посадки, а поздних – через три с половиной. Такие сорта целесообразнее сажать ближе к началу лета. Температурные требования к срокам посадки несмотря на то, что выращивание картофеля не представляет собой сложности даже для не слишком опытных огородников, ввиду неприхотливости культуры, определенные требования к ее посадке имеются. В частности, растение весьма негативно реагирует как на резкие температурные перепады, так и на ночные заморозки. В результате для получения хорошего урожая высадка должна осуществляться не когда наступит календарная весна, а когда почва и воздух успеют прогреться в достаточной степени. Для этого, как минимум, на протяжении одного месяца температура воздуха не должны уходить в минус. Грунт должен успеть нагреться, как минимум, до плюс 6 градусов в южных регионах высадок и до плюс 10 в северных. Подобная разница в температурах связана с тем, что в южных областях нашей страны глубина промерзания почвы существенно меньше, чем в северных регионах. Грунт должен успеть нагреться до плюс 10 зависят сроки высадок и от показателя влажности. Картофель не слишком хорошо переносит повышенную влажность. Из-за нее в лучшем случае срок хранения клубней существенно сократится, а в худшем – урожай сгниет на корню. Точно так же для посадки непригоден и пересушенный грунт. В связи с вышеперечисленным, планируя дату посадки, нужно заложить в перечень работы процедуру подготовки участка к посеву. Грунт должен быть перепаханным и увлажненным. Если посадить картофель при слишком низкой температуре, можно будет в конце сезона не задаваться вопросом, куда деть урожай. В лучшем случае картошка даст мало всходов, а в худшем – вымерзнет полностью. И год получится с нулевым урожаем. Особенно осторожно с посадками следует обходиться в апрельский месяц, в это время температурные перепады бывают особенно серьезными и непредсказуемыми. Климатические условия при посадке, как уже было оговорено, время, когда можно начинать сажать картофель, должно рассчитываться с учетом погодных условий. Основное требование – погода во время посадки картошки должна быть максимально стабильной, без серьезных перепадов. Обязательно следует учитывать климатические особенности региона и подбирать подходящие сорта. Так, например, в средней полосе России, в Башкирии сажать картофель можно со второй декады мая, на Урале и в Сибири, ближе к июню и т. д. важно. Даже при оптимально выбранном сорте и соблюдении всех правил посадки и агротехники можно не получить урожая. Это связано со свойством сорта вырождаться. Чтобы избежать проблем, настоятельно рекомендуется в среднем раз в 5 лет полностью менять сорт посадочного картофеля. В южных регионах сажать картофель можно начинать уже в апреле. Мало того, в таких областях, как Кубань, Краснодарский край и Крым за год имеются все возможности собрать не один, а два урожая. Так что посевные работы в некоторых случаях начинаются уже в марте. Народные приметы при посадке картофеля иногда при выборе даты посадочных работ оказывается полезной и народная мудрость. Многие опытные садоводы ориентируются не только на погоду и лунный календарь, но и некоторые народные приметы. Так, например, ранние сорта картофеля рекомендуется высаживать после того, как на березах появится первая листва. Средние и поздние сорта вековая мудрость рекомендует размещать в открытый грунт после того, как отсветет черемуха. Христианский календарь, в свою очередь, не рекомендует высаживать посленовые на вербной неделе. Некоторые люди скептически относятся к подобным приметам и делают это совершенно зря. Наши предки успешно культивировали тот же картофель на протяжении веков и не имели перед глазами прогноза синоптиков даже на пару дней вперед. Они ориентировались на знаки, которые давала им сама природа. И, как правило, ошибок в этом случае не было. Опасности посадки в неблагоприятный день. Разумеется, никто не станет утверждать, что посаженный до того, как начала убывать луна, урожай, сгниет на корню или не сможет прорасти. Но влияние луны на растения, это факт, доказанный учеными. Уже только по этой причине в новолунии и полнолунии с посевными работами лучше не торопиться. Безоговорочно верить лунным календарям тоже не следует. Даже если подобный информационный ресурс сулит небывалый урожай картофеля при посадке 5 мая, а погодные условия тому совершенно не способствуют, лучше перенести посадку на другой день. Если же погодные условия оптимальные, да еще и совпадают с благоприятными днями по лунному циклу, можно, не сомневаясь, приступать к посевным работам. К любому процессу следует подходить обдуманно. Посадка картофеля не является исключением из правила.